Место встречи главы Одинцовского района с ветеранами было выбрано не случайно, ведь в парке «Патриот» царит атмосфера, которая настраивает на боевой рабочий лад. Основной целью встречи стало подведение итогов работы Координационного совета по делам ветеранов за уходящий год. Обсудили такие темы, как патриотическое воспитание, адресная и социальная помощь ветеранам, создание для них комфортных условий в сфере здравоохранения. В ходе заседания оценили работу комфортабельных палат для ветеранов на базе Перхушковской больницы. Конечно, при наших букетах, наших заболеваниях за это время все не извлечь, но тем не менее каждый уезжающий с этой ветеранской палаты оставляет за собой высказывать очень много благодарностей в адрес и персонала, и внимания. Прозвучало предложение разработать мемориал, посвященный труженикам тыла и детям войны. Участники встречи уверены, что в Одинцовском районе памятника людям, которые возрождали нашу страну после разрушений, не хватает. Я уверен, что мы в 2016 году не только создадим этот проект, но еще и реализуем и построим памятник как раз труженикам тыла и детям войны. Для этого нужно подготовиться, мы объявим конкурс, в том числе среди этой категории людей, постараемся выявить то место оптимальное, где этот памятник должен находиться. На следующий год было решено разработать такой единый план работы, который охватит все поселения района. Была поставлена задача главой сегодня, что каждый должен представить план патриотического воспитания своего поселения городского или сельского, а мы делаем общий объединенный план всего района. Где мы знаем по этому плану, где, какие мероприятия проходят, в каком населенном пункте, чем занимаются. Сводный график позволит привлекать дополнительные ресурсы к инициативам на местах и выносить проблемные вопросы на обсуждение. Все участники встречи считают, что главное в работе Координационного совета объединение и решение поставленных задач. Анна Пряхина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.